Здесь невозможно ехать. Я два раза застревала зимой, меня вытаскивали. Пробитые колеса, испорченная ходовая часть автомобиля. Даже опытные водители не всегда могут избежать таких поломок. Виной всему дорога, а точнее ее отсутствие по улице Амитхана Султана в поселке Гвардейское жалуется автоледи Светлана Слюсаренко. А вот ходовую буду делать. Вот сейчас купила только наконечники, рулевые тяги купила. Вот сейчас буду делать. Вот посмотрите, а разве тут не будет машина? Во-первых, поддон вообще отрывается постоянно. Рытвины до ухабы, местами гравий. Ходить по такой так называемой дороге тяжело в любое время года. После обильных осадков улица и вовсе превращается в полноводную реку. Больше 20 лет мы здесь ходили в школу назад. Сейчас наши дети ходят и тоже так же месяц грязь. То есть за это все время, за 20 лет, даже больше 20 лет, ничего не изменилось. По бездорожью не то что на машине проехать, пешком пройти сложно. А ведь большая часть жителей улицы – пенсионеры и дети. Они жалуются, что часто спотыкаются об колдобины. Как лето начинается, каждый второй ребенок ходит с гипсом. Я боюсь, даже когда каникулы начинаются. Шла на ровной дороге секунд и поломала. И до меня еще двое бабушкой. Езда на велосипеде – излюбленное занятие местных детей. Однако лишь самые смелые решаются проехать по местным ухабам. Мальчики, как вам дорога? Было плохо. Если бы был асфальт, было бы лучше. Колеса протекают. Здесь нет и уличного освещения. Годами чиновники кормят лишь обещаниями, жалуются местные жители. Ямы и кочки, ничего не видно, вы понимаете? Мы падаем, спотыкаемся. Мало того, и транспорт здесь изнашивается. Ремонт дороги будет, но нужно подождать, заверили в гвардейском поселковом совете. У нас ремонт ожидается. Пока на первом этапе будем отсыпать. Посмотрим, сможем ли мы это сделать в этом году. Планируется, уже торги прошли, будет под асфальт улица Интернациональная и улица Вокзальная. И еще планируется под отсыпку щебнем еще 10 улиц по поселку. Это как минимум. Освещение всего массива Вокзальной предусмотрено на следующий год. Благоустройство поселка полностью планируют завершить в течение трех лет. Айши Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет.